Хотел я все-таки обойти эту тему, не говорить об этом, потому что, наверное, будет очень эмоциональный ролик. Но, тем не менее, ничего не меняется, новостей появляется все больше. Я выскажусь по этому поводу все-таки, хотя думаю, что большинству из вас не понравится. Вот этот снимок мне показался страшным и зловещим. Это снимок с космоса, представленный 1 августа. Это Якутия, со спутника Земли снятая. Ну, как вы видите, бушующий пожар, охвативший 1 миллион гектара леса. Вообще, в общей сложности говорят, что горит 3 миллиона. Вот лично для меня совершенно невозможно представить цифру. 1 миллион территорий горит в данный момент. И вот что особо меня поразило под этим снимком. Власти запросили через 2 недели пожаров, наконец-то, помощи от руководства России. И дальше убийственная надпись. В тушении пожара участвует 800 человек. Вот когда ты читаешь подобное, ты понимаешь, насколько это конченая страна. Я не знаю, какими вообще нужно быть людьми, вообще о чем думать. Испытывают ли они какие-то чувства, эти жители России. Меня поражает. Они кричат о том, что они задыхаются. У них города, вот тут, вот, посмотрите, окутаны смогом. Больше 800 пунктов населенных находятся вот в этом состоянии. Дышать нечем. Все покрыто пеплом. Четыре региона. Якутия, Бурятия, Иркутская область и Красноярский край охвачены пожаром. Это огромные территории. Леса горят. Уже давно. Но это не парочку дней. Это уже давно все продолжается и продолжается. Президент Соединенных Штатов, то есть находящийся хрен знает где, не выдерживает, когда видит вот такие фотографии из космоса и обращается к Владимиру Путину с предложением помочь ему. Дайте, говорит, мы приедем туда с самолетами, со своими ребятами и потушим этот пожар. Потому что это всепланетарная катастрофа. Это президент Соединенных Штатов делает. А Владимир Путин отвечает, нет, нет проблем, у нас все нормально. У нас вообще, говорит, Сибирь постоянно горит. Она и сто лет тому назад горела. И вообще каждый год горит. Что-то возбудились-то все. Подумаешь, погорит и перестанет. Мы тут дождь ждем. Оказывается, шаманы России собрались в очередной раз. Будут теперь дождь просить. Вы помните, в прошлом году я делал ролик о том, как они сожгли пятерых верблюдов. Вот просто взяли, сложили доски, зарезали пятерых красивейших животных редкой породы и сожгли. И походили вокруг костра с конфетами. А почему они это сделали? Во имя величия России. Вот так вот. Вот Россия недостаточно великая, нужно сжечь пятерых верблюдов, чтобы она стала еще величием. Вот вы знаете, если бы я был суеверным или верующим человеком, я бы прям вот связал эти два события. В прошлом году сожгли пятерых верблюдов, в этом году горит Сибирь. Три миллиона гектаров сгорело. Я вот так думаю, по числу верблюдов, наверное, пять в конечном счете сгорит. К чертям собачьим. Ну, здесь верблюдов сожгли, через год олукнулось. А еще вся страна с замиранием сердца следит за движением еще одного российского богатыря. Нашелся, наконец-то. Ну, просто спаситель всей страны. Движется в сторону Москвы. Ой, пальцами грозит. Дойдет ведь, года через два-то доберется. Ну, его там, походу, кормят. На митинги пускают. И вот этот психически нездоровый человек что-то там речи толкает. И все в надежде. Ведь дойдет же, найдет сундук, а там яйцо. А в яйце игла Кащеева. И точно, точно уничтожит супостата. Вот сто процентов. Всем надо всего лишь подождать немножко, пока Якут дойдет до Москвы. И с упоением комментирует и комментирует эту чушь. Гринпис обратился к правительству России, не выдержав. Они передали в администрацию президента России петицию с 500 тысячами подписей добровольцев, желающих попасть на эту территорию и, наконец, потушить этот пожар. То есть, это все за пределами России происходит. И там в этой петиции они пишут. Не просто говорят, они требуют немедленно задействовать все возможные силы, ибо срочные меры по тушению пожаров, ибо это не просто национальная катастрофа, это всечеловеческая трагедия. Вот какой текст был в петиции Гринпис. 500 тысяч человек готовых приехать, готовых заниматься всем этим. А россияне, они последние два дня заняты очень важной проблемой. У них вот тут 1 августа, 2-го, 3-го, у них народные гуляния, они это называют. Народные гуляния по Москве. У них там тюрки с космонавтами, с полицейскими. Они выясняют. На полном серьезе выясняют. И так озабочены. Яшина, Гудкова, какая-то там Соболь или Белка голодает. Бедняжка. А она сильно хотела туда, туда залезть как-нибудь, на это кресло, и водрузиться там в качестве депутата народного. Хотя если бы даже их всех, этих несчастных 50 человек, туда бы пустили, все понимают, что ни хрена бы ничего не изменилось. Но просто вот вообще, даже на сантиметр ничего бы не сдвинулось, но бьются 3 дня. За то, что кого-то куда-то там не пускают. Лишают конституционного права. И с болью в сердце показывают несчастную девочку, стоящую на колене, на площади, зачитывающую надрывным голосом Конституцию Российской Федерации. Но прямо вот смотришь и думаешь, странно, почему меня это ни хрена не пробивает? Ну, наверное, потому что горит 3 миллиона гектаров леса. А эта дура стоит там и читает Конституцию. Вот этим людям в шлемах и в масках. За все. И воодушевление, и страх. Страх огромный, потому что мне угрожают пропусками, и ФСБ. И я думаю, что я буду продолжать, потому что это все очень важно. И сейчас тем более важно. То есть на завтрашний митинг вы собираетесь тоже прийти? Думаю, что да. Скажите, пожалуйста, но как вам кажется, количество людей, которые готовы прийти на протесты хотя бы в течение этого лета, в течение этого месяца прошедшего, оно растет? Да, оно реально растет. И это даже видно на примере последних дней. Начиная с митинга 14 июля, заканчивая завтрашним. Скажите, ну а вот среди ваших друзей и сверстников больше людей, не знаю, заражаются вашим примером и понимают, что готовы тоже выйти на улицы Москвы, чтобы протестовать против произвола властей в той или иной виде. Да, я думаю, что все больше, потому что мне пишут люди и говорят, что я вдохновила их и что они придут за вслышнюю акцию благодаря мне. Радио Свобода и, естественно, все радиостанции, какие только есть, обсуждают важнейшую проблему. Илью Яшина осудили на 30 суток, и Дмитрия Гудкова осудили на 30 суток. Ой, несправедливо. Из 30 суток дойдут только 10, но все равно беспредел. Ну, беспредел. 10 дней он там посидит за призывы к несанкционным митингам. Но нужно же отбивать парня. Это ж... Вот она, национальная катастрофа. Это ж надежда России. Эта надежда, правда, уже 20 лет все выходит, на площади выходит. И все, ничего не меняется, ни хрена. Уже скоро второй Гудков составится. Первый Гудков все выходил, этот Геннадий. Теперь Дмитрий уже вот... А потом еще другая половина страны обсуждают, опух Алеша Навальный или не опух. А вот то, что он опухает, наверное, его отравили, да? Это же важно. Ну, это ж... Это ж Алеша Навальный. Это почти как шаман, который идет в сторону России. Тот когда-нибудь дойдет через 2 года. Так и Алеша Навальный, наверное, через 2 года что-то из него получится. Ну, вот за последние 12 лет не получилось, но через 2-то года точно. И эти люди у меня в комментариях пишут, что я не понимаю. Нет, я вообще ничего не понимаю. Я не понимаю всю важность происходящего момента. Вот они, лидеры России, бьются за места. А знаете, где они должны быть? Ну, вот если бы они были национальными лидерами на самом деле. Вы знаете, где они должны были бы быть? Настоящий национальный лидер должен был с рюкзаком за плечами и с призывами все, кто могут за мной двигаться в сторону Сибири или прилететь туда и уже через несколько часов после начала пожара там все с пожарными забрасывать всю эту землей, разгребать и спасать Сибирь. Потому что ни одна жизнь, ни вот этого Ильи Яшина, ни этой Соболь, ни этого Дмитрия Гудкова, их жизнь ничего не стоит по сравнению с тем, что происходит. Потому что когда не будет Ильи Яшина, и не будет детей Ильи Яшина, и уже не будет внуков Ильи Яшина, Сибирь должна все еще стоять. Потому что это несравнимые вещи. Проблема какого-то там города с их выборами, мало того, что она смехотворна, потому что выборы в любом городе в этой России – это фикция. А вот то, что у вас горит лес – 3 миллиона гектаров. Эта мысль не должна давать покоя никому в этой стране, вообще никому. Вот я живу в районе Пфальского леса. Я специально открыл информацию, хотелось посмотреть, потому что мне кажется, что это какой-то огромный гибит, то есть это какой-то огромный регион, буквально весь покрытый лесом. Есть специальные смотровые площадки, туда можно прийти и полюбоваться всем этим. Немцы называют это «Зеленым морем». И эта земля, Фальц, считается одной из самых старейших. Это колыбель Германии, здесь зарождалась немецкая нация. Этот регион весь находится под защитой ЮНЕСКО. Здесь нельзя строить вообще ничего, никакие фабрики, никакие заводы. Поэтому я приехал сюда, мне хотелось попасть именно в самую древнюю землю. Я выбрал ее, о чем никогда не пожалел за 20 с лишним лет. А сейчас я открыл информацию и поразился, насколько оказывается, этот лес маленький, хотя мне казалось всегда, что он безграничный, что он огромный. Вот тут стоит Фальцкий лес, горный массив в германской федеральной земле Райленфальц. И он является самым крупным связанным между собой лесным массивом Германии, охватывающим 1771 квадратный километр. Фальцкий лес составляет или покрывает треть территории всего Райленфальца. Вот всего лишь 1771 квадратный километр. То есть, по сути, если бы здесь сейчас происходило то, что в России, это все бы просто уже бы сгорело. Вот эта жемчужина, на которую тысячи людей приезжают любоваться, здесь находится несколько сотен национальных парков, здесь находятся специальные биосферы, зоны, куда можно приехать с семьей, и там все организовано для того, чтобы насладиться вот этой дикой природой, ручьями, деревьями. Это удивительно уникальная фауна. Здесь, в фальском лесу, живет даже лукс, то есть рысь по-русски. Он иногда нападает на местных коз, но в основном он охотится на косу или на зайцев. Здесь борются за каждую лесу, за каждого ежика, разводят белок. Вот эти 1770 километров немцы трясутся за каждый квадратный метр. Вот если бы они были как русские, получается бы этого леса у них уже бы не было. Хотя здесь тоже ведь стоит аномальная жара, и в этом году тоже температура поднялась до 42 градусов, что ненормально вообще для этого места. И в прошлом году было также жарко. И говорят, что в следующем году будет жарко. Но тем не менее люди внимательнейшим образом наблюдают за этим своим национальным достоянием. Буквально несколько дней тому назад у меня был разговор с друзьями. А что бы было, если бы загорелся вот этот фальский лес? Или Шварцвальд. В Германии тоже есть черный лес. Вот что бы было? Первое, чтобы было 100%. Вот каждый населенный пункт имеет свой пункт пожарной безопасности. Вот в моей деревне две машины, в соседней тоже две. И приблизительно около 20 человек, помимо профессиональных пожарных, это так называемые фрайвилики, то есть добровольные пожарные. Они обучаются, они все время собираются, они занимаются. И вот первое, чтобы произошло точно, буквально через несколько часов после сообщений, что где-то горит лес, было бы это ночью, было бы это вечером, было бы это ранним утром, тут же собрались бы эти две машины и двинули бы в ту сторону. И с соседней деревни, и со всех остальных пунктов, вот у нас 8 деревень рядом, каждый бы поехал в ту сторону. А дальше, вот я, мои друзья, мы бы собрались по 5 человек в машине, ну чтобы не гнать огромное количество транспорта, взяли бы свои палатки, взяли бы свои рюкзаки, еду хотя бы на 2 дня, и тоже бы рванули бы в ту сторону. И я уверен, через несколько часов в том месте, где начался пожар, был бы палаточный лагерь, не какой-то армейский, а просто частный палаточный лагерь, где бы тысячи людей уже расположились и занимались тушением пожар по 10-12 часов. А потом бы подъехали другие и еще другие, и беспрерывно была бы смена желающих работать в этом месте и потушить этот пожар. И я уверен, потушили бы раньше, чем туда бы доставили военных, армию и так далее. Просто бы вот все бы, даже местные жители, пришли бы тушить этот пожар, потому что это то, что должно остаться после нас, то, что было до нас и должно остаться после нас. И возвращаясь к этой фотографии и к этим данным, 800 человек участвуют в тушении пожара. 1 миллион гектара леса горит, и 800 человек участвуют. Это как? Вот это, вы просто вдумайтесь в эту цифру. Иностранцы, финны, датчане, все готовы участвовать в тушении пожара, а русские, 800 человек, даже не тысяча. Даже не тысяча. А 20 тысяч 3 августа ходят и читают там Конституцию на коленях. Видите ли, где-нибудь там перед этими космонавтами. Что не так с этим народом? Люди, у них там, видите ли, 800. Населенных пунктов находятся под смоком, они задыхаются. А тушит пожар 800 человек. И 100% какие-нибудь солдаты, согнанные из ближайших военных частей. Я не услышал ни одного призыва Алексея Навального, или кого вы там считаете своими национальными лидерами, каких-то там крупных каналов. Ни одного призыва. Давайте поедем туда. Лес горит. Ну, может быть, стоит хоть остановить это, попытаться это как-то остановить. А ведь горит уже давно. Уже ведь неделю горит. И, конечно же, этим должно заниматься правительство. И, конечно же, туда должна быть согнанная армия. И она наверняка оттуда согнана. Но они, к сожалению, не справляются. Ну, вот страна такая, ничего. Шаманы-то потанцуют. Дождь-то пойдет. Вот поэтому у меня нет сил все это комментировать, потому что я точно знаю, как бы это было здесь. И я точно знаю, что если бы это коснулось меня, я бы в эту сторону поехал. И пусть бы я день или два этим занимался. И другой такой же рядом со мной поехал бы и тоже день или два занимался. И мы бы потушили. И мы бы это потушили. Но в России все сидят и ждут, когда это 20 гектаров горит, 100 гектаров горит, 250 гектаров горит. Вот вот сейчас уже 3 миллиона горит. А они сидят, задыхаются и думают, когда же придет спасение. И русофобами там является половина. Половина населения, если не больше. Или если не русофобами, то Россия фобами. Люди не любят свою страну. Им плевать, им насрать. Одни вырубают в неограниченном количестве. Потом специально поджигают, чтобы следы их коррупционных схем там не были выявлены. А другие сидят рядом, в ближайших городах. Многомиллионные города сидят и думают, как бы им новый вентилятор купить. Ну, наверное, как-то надо воздух себе очистить. А вдруг еще сильнее начнется. Кто-то написал мне в сообщениях, что это может быть черный лебедь, который всколыхнет этот народ. Нет. Это давно уже не лебедь. Это черный дракон. Огромный черный дракон, летящий, но только никто не замечает. Это в другой стране бы заметили даже черного воробья и побежали бы спасать свой лес. А в этой стране будет черный дракон. И не один, а десяток драконов будет летать по небу. И никто ничего не заметит. Поэтому в этой стране теория черных лебедей вообще не работает. Ибо черного лебедя для того, чтобы обратить на него внимание, нужно хотя бы заметить. А в этой стране их не замечают. Они у них там гнездятся и вообще к ним давным-давно привыкли. К сожалению. У них, видите ли, каждый год горит лес. Сто лет горит, двести лет горит. Ничего. Территория большая. Пока еще весь не выгорел. Так что переживать не о чем. Продолжение следует...